Доброго времени суток! Поздравляем с церковным праздником! Святые памяти которых в этот день празднует Святая Православная Церковь! Молите Бога о нас! В общем, сейчас новогодние праздники, самое время корпоративов, конкурсов, художественной самодеятельности и иных творческих мероприятий. Но в связи с пандемией коронавируса большинство этих мероприятий перешли в виртуальный формат и потеряли всю свою привлекательность. Потому что, когда мероприятия проходили в реале, это была живая встреча интересных творческих людей. А в виртуальном пространстве это превращается в свалку отвратительного видео с гадким звуком. Причем основная причина, по которой этот контент отвратительный, это именно техническая причина. То есть люди что-то исполняют, что-то творят, но не могут качественно это записать на видео. Потому что не умеют. И производят отстой с плохим звуком, с плохим светом, с отвратительной постановкой кадра. То есть все, что не нужно, в кадр попадает. Что нужно, попадает, но не в фокусе, не в резкости. В общем, плохо снимают. То есть на сцене или в приятном дружеском коллективе исполняют, радуют людей своим творчеством хорошо, но как только это снимают, то сразу получается так плохо, что смотреть как-то не хочется. Как-то не тянет. И некоторые творческие люди еще не осознали, что если ты пришел на мероприятие, на творческое с гитарой, то ты креативный парень с гитарой. И это круто. На трусовке, да. А если ты участвуешь в виртуальном мероприятии, то ты уже не парень с гитарой. А картинка на экране и звук в динамиках. Да, и если эта картинка плохая и этот звук плохой, то одним таким вот кликом мыши эта картинка сменяется на другую, с другим исполнителем. Такого добра в интернете хватает. То есть, может быть, он даже поет хуже тебя, но в кадре и выглядит лучше. Потому что оценивается, когда удаленные вот всякие конкурсы, это уже оценивается картинка на экране, звук в динамике, а не ты как автор-исполнитель на сцене, на камерной. Это точно. А некоторые просто не умеют записывать хорошо видео. Иногда даже и техника у них хорошая. Но по факту, как это смотреть вообще? Ну, потому что, как и любому искусству, видеозаписи надо учиться. То есть, ты же учился на музыкальном инструменте играть, ты же учился петь. А вот как пошли всякие виртуальные конкурсы, то теперь придется освоить и искусство видеозаписи. Обязательно. А заодно и звукозаписи. Обязательно. Это уже новый, следующий навык. В этом видео мы как раз и расскажем, как организовать простую домашнюю студию для видеозаписи с минимальными затратами денег, сил и техники. Да. На тему, как создать какую-нибудь студию, серьезные блогеры мы снимали. Много хорошего контента. Ну, мы блогеры начинающие. И наш контент рассчитан на тех, которые совсем начинающие. Да, точно. То есть, кто еще не умеет совсем ничего, не имеет совсем ничего, кроме желания что-нибудь сделать, что-нибудь записать. Точно. Поэтому просьба не судить нас за то, что мы делаем акцент на чем-то, что вам кажется очень несущественным, потому что мы сами совсем недавно, где-то полтора года назад, были такие же, ну, совсем-совсем начинающие. Совсем начинающие. Ничего у нас не было, кроме примитивного карманного фотоаппарата. Мыльницы. Да, мы ничего не умели снимать, не умели сами сниматься, не умели позировать. И поэтому мы еще помним, что вот таким совсем начинающим людям интересно, что им надо, и что вызывает очень много затруднений. И о чем не говорят серьезные блогеры, рассказывающие про видеосъемку. Точно. Потому что считают, что это само собой разумеющееся. В виртуальном мире то, как вы выглядите в кадре, это то же самое, как вы одеты на реальном мероприятии. Ну, правда, на виртуальном мероприятии неважно, что у вас на ногах, если ноги не в кадре. Вы можете быть в пиджаке, при галстуке, но в каких-нибудь спортивных шортах и в тапочках в домашних. Все равно же не видно. Или можете надеть вечернее платье с открытой спиной на ваше любимое некрасивое, но удобное нижнее белье. Но все равно не видно, что сзади торчит. Вот так. Ну да, вот спину-то не видно, зато очень хорошо видно, что находится за спиной. Да. И этот фон за спиной еще более важен, чем ваша одежда. Потому что этот фон, вот то, что сзади вот у нас, это все входит в кадр. В общем, сегодня мы поговорим о том, как максимально просто, дешево и удобно организовать домашнюю студию для видеозаписи. Пандемия коронавируса оканчиваться и не собирается. Вакцина уже есть и даже не одна. Но полезли новые штаммы вируса. Поэтому и удаленное творчество, и удаленная работа будет продолжаться. И это направление надо срочно осваивать. А для этого вам просто необходима хорошая видеостудия. Так же, как для реальных мероприятий, необходима хорошая одежда. Только не надо сразу бояться слова «студия». Думаешь, что это нечто безумно крутое и дорогое. Точно. А то люди как услышат студийная съемка, то у них сразу куча ассоциаций. О-о-о. Вот слово «студия» — это всего-навсего помещение, приспособленное, чтобы в нем что-то делать. Вот «арт-студия» — это помещение, предназначенное для занятий искусством. Точно. Вот «видеостудия» — это помещение, предназначенное для съемки видео. То, что профессиональные артисты снимаются в крутых дорогих студиях, вас смущать не должно. Потому что много известных клипов, особенно рок-музыкантов, снято где-то в гаражах и в спортзалах. Потому что требования к видеостудии, они на самом деле достаточно простые. То есть должно быть пространство, чтобы вот у нас вот все, что здесь происходит, оно поместилось. Чтобы вся наша техника, весь наш арт-визит, и мы в кадры поместились. Обязательно. Во-вторых, свет. В-третьих, тишина. Да. То есть вот у нас сзади специально мы занавеску открыли. Вот сзади нас окно. Вот занавеска. Вот ковер. Вот сзади у нас висит подсветка. Это точно. Вот она у нас так вот висит на спинке вот этого дивана. Вот ретвизит какой-то мы на подоконник поставили. И в принципе мы можем... Уже другой фон. ...можем легким движением руки отпустить занавеску, и у нас образуется вот совсем другой фон. То есть поэтому вот очень удобно в домашних условиях сниматься на фоне окна. Вот занавеску мы повесили. Да, разорились. Сделали удобную, красивую занавеску. И на этом фоне все снимаем. Конечно, которая ужасно дорогая, но она оказалась стоять свои деньги. Нет, ну это 5 метров занавеска. Она нам 5000 обошлась. Это не так дорого по сравнению со всем остальным, что есть в студии. Ну вот мы начали говорить про фон, а он ведь тоже играет важную роль в студии. Ну, в студии самую важную роль играет именно помещение, именно комната. Именно то место, куда этот фон можно повесить. Потому что, чтобы повесить вот эту занавеску, нам надо, чтобы у нас была вот такая стенка. Вот где висел ковер, раньше висели полочки. Соответственно, если бы полки висели по-прежнему, то занавеска бы просто оттопливалась, и это было бы некрасиво. Поэтому эти полки мы сняли, остались на месте полок дырки. Мы повесили вот этот ковер. Но вот ковер, как видите, там изображена икона. И когда вот снимаем, то важно, чтобы хотя бы вот глаза иконы, они были в кадре. И хотя бы, чтобы вот мои волосы не сливались с фоном вот этого ковра. Вот когда однотонная занавеска, вот это не происходит. То есть снимать на фоне какого-то арт-объекта, будь то картина, будь то икона, будь то там портрет какой-нибудь рок-музыканта. Это уже сложнее. Это намного сложнее, чем снимать на ровном фоне. Вот специально мы показали вот этот фон. Вообще, зачем вся студия сделана? Это, чтобы был главный объект. Это вот люди в студии. Точно. Сзади фон, он подчеркивает именно нас. Спереди подсветка, сзади подсветка, сверху подсветка. Какой-нибудь реквизит у нас рядом с нами. Это все именно подчеркивает нас. Но ни в коем случае не затмевает. Точно. То есть если рядом с нами поставить что-нибудь очень красивое, очень блестящее, очень эффектное, то это будет нас затмевать. А так как речь идет про домашнюю студию, то помещение, кроме видеосъемки, используется для других целей. Как правило, для обычной жизни. Причем не только для вашей жизни. Там есть за стеной соседи. Там бегают дети, кошки, собаки. Все эти факторы должны быть учтены при устройстве домашней студии. Объясняю популярно. То есть из-за того, что вы снимаете видео, ваши соседи не будут выключать свой телевизор. Точно. Если вы закроете вашего песика где-нибудь на кухне на время съемок, чтобы он вам штативы не попрокидывал, то он может начать лаять и испортить весь ваш звук. Если у вас есть детишки, то им тоже интересно, что делают взрослые. Они будут здесь в кадр лезть или они будут за кадром звучать. И ничего с этим не сделать. Единственное, что в такой ситуации можно сделать, это собрать все свое оборудование и убраться из квартиры и вести съемки где-нибудь в гараже или на даче, или где-нибудь на чердаке, или в подвале. В общем, где угодно. Но не в квартире. То есть это наличие каких-то других, наличие того, кто лезет в кадр или шумит, или может повредить технику, это главная причина, по которой становится невозможна съемка в этом месте. Да, точно. Невозможно работать. Или тогда приходится ждать, когда все эти товарищи лягут спать или уберутся куда-нибудь на работу или в детские сады. А если у нас вот как выходные дни, то куда их деть? Никуда. Поэтому приходится выбирать какое-то альтернативное место для съемки. И всю эту аппаратуру надо куда-то включать, надо где-то хранить, надо перед съемками собирать. После съемки опять собирать. Если снимать будете часто, то такие вспомогательные работы сильно вводят в уныние. Да, поэтому надо придумать, где вообще все это хранить. Может быть, разбирать не до конца, до укладывания в коробку. Например, вот у нас штатив. Мы взяли нижнюю часть штатива, просто пилили ножовкой, прикрутили верхнюю часть штатива к тумбочке на колесах, закрепили веб-камеру к кольцевой лампе и просто эту тумбочку отключаем от проводов всех и задвигаем в угол. Сверху на нее, чтобы не пылилось, надеваем сумку. Точно. И вот так храним все это дело. Когда вы осматриваете ваше место, где вы собираетесь вести съемку, надо смотреть не вот так вот глазами, а берем какой-нибудь фотоаппарат, точнее не фотоаппарат, а берем нашу, то, чем мы будем снимать, и смотреть, что попадает в кадр. Потому что через объектив камеры все выглядит совсем иначе, чем... Чем просто невооруженным взглядом. Да, просто невооруженным взглядом. То есть то, что просто кажется красивым при взгляде, в кадре на самом деле может оказаться очень-очень несимпатичным. Потому что мы смотрим глазами, это вот у нас объемное зрение, а в кадре это у нас проекция на плоскость экрана. Точно. С поправкой еще на много всяких других факторов. Да, вот и для тех, кто не знает, что такое видоискатель, это экран, на котором показывается то, что в кадре. Ну или маленькое окошечко. Но есть еще такая хитрость, то, что вот то, что здесь вот показано, вот на этом экране, по результатам съемки может немножко отличаться от того, что будет по факту. То есть что-то или обрезано, или как-то еще, поэтому придется обязательно снимать несколько дублей. Ну, в общем, когда я в школе учился в фотокружке, нам просто раздали сломанные фотоаппараты, и чтобы мы ходили и смотрели на все через видоискатель. То есть представляли, как примерно будет все выглядеть, ну, при съемке. Да, тогда еще не было цифровых фотоаппаратов, тогда еще пленку проявляли, поэтому было сложнее. То есть тренировали, ну, просто взгляд, взгляд фотографа, постановку кадра. Это еще на жаргоне фотографов называется композиция. То есть то, что вот сейчас здесь вы видите, это композиция. И ее надо подготовить, чтобы прикинуть, куда что поставить, чтобы по факту в кадре было красиво. Но прежде чем начать снимать, надо все-таки выбрать место в помещении, где будет идти съемка. То есть становимся посередине комнаты и смотрим через видеоискатель во все стороны, выбирая относительно приемлемый фон. Лучше всего подойдет голая стена или окно со шторой, ну, или камеру хотя бы. Ну, вот сейчас мы это покажем. Так, ну вот модель. Она стоит на фоне книжек. Как видите, пестрый фон очень сильно отвлекает. Вот это главного объекта съемки. Это точно. И тем более еще голова у меня отрезана. А это очень некрасиво. Вот я поднимаю. Вот я кручу. Ее вот в одну сторону, в другую сторону. Вот встань на фоне шкафа. То есть на фоне шкафа, вот, тоже всякие элементы шкафа, они тоже сильно портят вид. Ну да. На фоне стен, встань хотя бы, вот сейчас подвинься. На фоне... Ну вот туда, да. Да. Ну... То есть вот на фоне обоев это уже чуть получше. Ну да. Ну всякие лишние вещи в кадр лезут. Ну да. Все подряд весит кадр. Теперь подойди вот туда к двери. Тоже здесь. То есть вот на фоне двери опять тоже куча всякого хлама. То есть куча всего, что отвлекает от главного объекта. От человека. Да. То есть это к тому, для чего надо вешать занавеску, для чего надо в студии находить ровную стену. То есть вот, подойди туда. Вот, допустим, девушка хочет показать, я такая вся православная. Вот у меня много икон, но по факту, получается, что она на пестром фоне, и это плохо. А то иконочки хорошие. Иконочки, да, хорошие. Но когда много лишнего в кадре, это становится плохо. То есть вот сейчас, например, вот у нас такой дефект. Это у нас стоит наш диванчик немного неровно. Мы не по центру кадра. Это тоже плохо. Ну, это да. Потом мы как-то жестикулируем. Надо представлять, как бы, где у нас руки за кадр выходят, где у нас не выходят. Поэтому... Точно. Строим кадр. Выставляем все ровно. Немножко выровняли. Опять же у нас там немножко занавеска сбилась. Ну, как бы... Ну, да, есть там немного. Это тоже плохо. И такие вот дефекты, как раз, они видны только в кадре. После того, как мы выбрали место, где мы будем снимать, надо организовать освещение. Свет в студии бывает самый разный. В нашей домашней студии, скорее всего, будет максимум три вида освещения. Во-первых, общий свет. То есть, чтобы было светло и было все видно. Во-вторых, самый нелюбимый свет бьющих глаза. Но без него никак. Ну, потому что глаза находятся в углублении на лице. И если не будет света, светящего прямо в глаза, то глаза будут в тени. И это некрасиво. Поэтому приходится с этим мириться. Но не обязательно со всей дурой мощный прожектор, чтобы бил по глазам. Это все подстраивается. Если общий свет убавить, то тогда не обязательно сильно в глаза светить. Это точно. Вот, например, сзади, если свет выключить, то вот обратите внимание, что фон стал такой серый, некрасивый. Или зрачный, да. А когда там включено, то лучше. Если свет включили, то, ну, вроде, как бы повеселее стал фон. Ну, да, точно. Если мы слишком сильно засвечивать будем, вот, то, ну, вот, как бы экспериментируем все. Ну, если сзади свет будет очень сильный, то можем пересветить зад, и поэтому будем сами в темноте находиться. Вот я сейчас откручу кольцевую лампу, добавлю яркости побольше. Ну, вот, как бы, яркость побольше. Сделаю яркость поменьше. Вообще выкрутил. Вот, видите, у нас, как бы... Какие-то чумазики получаются. Да, вот мы стали темнее. Да. Вот я другую цветовую температуру у кольцевой подсветки сделал. Была холодная, стала темная. Да. Мы стали, ну, вот, как бы другого цвета. Ну, да. Поэтому это все эксперимент ставится. Экспериментируем, подгоняем, как будет лучше выглядеть. Это точно. Это сильно зависит еще во что мы одеты. Есть такое понятие, как баланс белого. Но это пока не заморачиваемся просто. Потому что для начала, когда мы говорим про домашнюю студию, в первую очередь говорим про помещение. Обязательно. Потому что любую аппаратуру можно настроить, с любой аппаратурой можно экспериментировать. Но если негде сниматься просто, то, как бы, у нас ничего не получится. И аппаратура будет валяться без дела. Да. То есть, если нам негде сниматься, то мы просто не сможем аппаратуру, самую лучшую, со всеми ее наворотами, задействовать. Сейчас профессионалы нас обхейтят. Скажут, ну вот, кто так делает, надо вот так, не так. Но наше, сейчас, наше видео, оно рассчитано именно для тех, кто снимается на фоне непонятно чего, непонятно чем, и просто даже не понимает, что это в кадре выглядит некрасиво. Это да. Поэтому мы хотя бы просто стараемся дать самые общие понятия людям, что такое видеостудия и зачем она нужна. Во-первых, да. А во-вторых, которые вообще начинают писать аж прямо с нуля. И, кстати, к сожалению, все светильники, они требуют электричества. Возникает куча проводов. И провода надо куда-то убирать, чтобы они не путались под ногами, чтобы не опрокинуть свою технику и не разбить. Чтобы они не попадали в кадр, потому что это некрасиво. Потому что это безумно некрасиво, да. Это некрасиво вообще. Если даже у вас будут беспроводные устройства, то это, во-первых, все равно будут зарядки в розетках торчать. От этих зарядок будут тянуться провода, они опять же могут в кадр попадать. Аккумуляторы будут разряжаться. То есть это тоже нехорошо. Плюс это дороже. Ну, в общем, мы делаем так. Мы провода стараемся убирать под ковер. Это самый простой и... И безопасный способ. Да, удобный способ. В профессиональных студиях есть разные кабель-каналы, чтобы провод из пола прямо вылезал в нужном месте. Но как бы мы делаем то же самое, только под ковром. С учетом особенностей домашней студии мы советуем сделать так. В основной светильник, например, в люстру, ставить мощные светодиодные светильники одинаковой цветовой температуры. Сзади поставить что-нибудь светящееся, но так, чтобы в кадр сам светильник не лез. А глаза подсвечивать можно купить кольцевую лампу, простенькую, но как можно большего диаметра, и закрепить ее на один штатив вместе с камерой, и хранить эту конструкцию, не разбирая. При съемке мы будем звучать, так что надо настроить микрофон. Здесь правило такое. Чем ближе микрофон к нашему рту и к музыкальному инструменту, тем лучше качество звука. Чем меньше всяких шумоподавителей, тем тоже выше и лучше качество звука. Профессиональные музыканты любят нахваливать разные дорогие микрофоны. Но если в вашей домашней студии за стенкой работает телевизор, за окном работает трактор, а рядом гудит компьютер, то самые дорогие микрофоны не помогут. Да, поэтому лучше на эти деньги, которые вы бы потратили на хороший микрофон, ну, лучше какую-нибудь шумоизоляцию, например, придумать. Ну, тоже вот как вариант. Или лучше хотя бы, раз уж невозможно исправить, ну, хотя бы купить кресло красивое. Хотя бы, если уж звук плохой, ну, хотя бы за счет изображения вы играете. Ну, хотя бы, надо как-то компенсировать, верно? И важно понимать, что если вы держите микрофон в руке, рука занята. Если микрофон стоит на столе, рот должен быть рядом с ним. И все это не должно мешать вам делать то, чем вы хотите поделиться со зрителями. Да, и микрофон, если в кадре, то он должен эстетично смотреться. Обязательно. И как-то держаться. При организации домашней студии важное правило. Начинаем с того оборудования, которое есть. То есть, студия – это, в первую очередь, помещение. Там можно снимать всем, чем угодно, но начинаем с того, что у нас есть. Потому что мы пока не знаем, как у нас будет получаться. Может быть, от дешевого вполне годное видео и звук будет. Тогда зачем платить дороже? Лучше потратиться на реквизиты, на одежду, на мебель, которые тоже нужны, чтобы в кадре выглядеть красиво. Ну да. Теперь поговорим про видеокамеру. Ну да, не важно, какая у вас камера, если достаточно света и пространства, она будет снимать. Если в помещении достаточно тихо и в камере есть встроенный микрофон, то он тоже может записать довольно качественный звук. Вот сейчас мы записываем звук на встроенный в веб-камеру микрофон. Если камеру установить на штатив и включить, она снимает. Если бы к камере прилагался оператор, ну было бы лучше. Ну конечно. Потому что, вот, может получиться так, что мы поставили камеру, думаем, что она записывает, или мы не по центру кадра, или там у нас пол головы отрезано, и мы это не видим. Ну да. Не всегда есть возможность контролировать. Ну, в данной ситуации мы выводим на экран ноутбука, поэтому мы можем себя проконтролировать. Ну да. Но когда мы не на экран ноутбука выводили опрос, то у нас стоял на треножнике фотоаппарат, то... там несколько операторов с разными камерами, с разных ракурсов все это снимается, потому что если, допустим, какой-нибудь домик там поджигают, или что-то взрывают, это дорого, и дешевле, ну просто много камер, и много операторов, там большая съемочная группа, в домашних условиях, если у вас есть одна камера на штативе, то вполне хватает. Важно понимать, какое пространство попадает в кадр. То есть если у вас вот есть камера, она снимает, и надо разместить на полу, что-нибудь, например, положить, чтобы понимать, что если вы приблизитесь ближе, то вам камера пол головы срежет. И это будет ужасно. Это будет очень некрасиво. Это больше то, что у вас закончено все видео, и надо по новой снимать. Точно. Если вы отойдете далеко, то вы будете мелко. Но, как правило, самое неприятное, это когда подходим близко, и чем-нибудь от нас отрезается. Потому что если отошли далеко, то, ну что, просто взяли кадрированием при монтаже, вы это исправили. Да, ведь если человек сидит в кадре, то также важно прикинуть, какие жесты руками допустимы, а какие за кадр вылетают. Ну, как-нибудь вот так. Да. Соответственно, если мы сидя записываемся, то нам надо и пространство меньше. Если нам надо двигаться, например, мы хотим танцевать, мы хотим какую-нибудь драматическую сценку поставить, то камеру отставляем подальше, чтобы было больше места для танцев. И нам требуется тогда больше помещения студии. И это тоже. Может быть в квартире, или в подвале, или в гараже, а не поместимся. Надо искать что-то поинтереснее, побольше. Еще нам надо куда-то складывать реквизит. То есть не чтоб на коленях, вот это все у нас было сложено, а какой-нибудь столик. Вот у нас стоит ноутбук на кофейном столике. Можно ноутбук переставить на тумбочку, к которой у нас подсветка и камера прикручены. На столик тогда поставить, например, чашечку кофе, ну или там какую-нибудь вазу с цветами, или какую-нибудь там зайчика пушистого. То есть все, что делается в кадре, оно должно быть красиво и элегантно, поэтому в кадр не должно попадать, как мы там листаем ноты, как мы там глядим в каком-нибудь электронном суфлёре. Это надо как-то организовать. Да. Так что это тоже вот касается устройства студии. Причем все должно быть найдено и открыто все заранее. Все вот необходимые файлы, чтобы уже просто ими пользоваться. Кстати, про гаджеты. В серьезных студиях есть такая штука электронный суфлёр. Вот сейчас перед нами стоит ноутбук, и поэтому видно, как мы глаза в экран. А когда электронный суфлёр, он находится где-то на уровне камеры, и поэтому мы глядим в камеру, а сзади большой экран, и мы видим подсказку. Но в домашних условиях это сделать мы пока не можем. Да, мы имеем возможность. У нас есть, в принципе, большой экран, но у него кронштейна не хватает, чтобы повернуть шею. Должен быть нужного размера, да. Чтобы не щуриться и не наклоняться вперед. Это потому что очень некрасиво, да. Мы пока не упомянули ни про видеомонтаж, ни про особенности той или иной камеры, того или иного микрофона, потому что самое главное для начинающего – это место, где проводить съёмки. Остальное, как правило, будет. То есть студии, да, необходимо начать пользоваться и постоянно её оптимизировать, модифицировать, ну и... Да, постоянно модифицировать, постоянно что-то делать, переделывать. Вот если вы посмотрите наши старые видео, то вы как раз увидите, как мы нашу домашнюю студию оптимизируем, модифицируем, пробуем. Сначала снимаем. С разными комнатами, с разным фоном, с разным светом. Да, сначала снимались и в другой комнате, и на другом фоне, и за другими столиками. Потом потихонечку пришли к тому, что сейчас у нас есть. И это не предел совершенствования. Мы тоже думаем и электронного суфлёра на большой экран вывести. И вот совсем недавно мы вот такие майки с нашим логотипом заказали. Так что постепенно совершенствуемся сами, чего желаем и нашим зрителям. В заключении расскажем, сколько стоит оборудование на примере того, что есть у нас. Ну вот, например, занавеска, которая сзади нас, это 5 метров ткани 3-х метровой ширины. Это вот 5 тысяч нам обошлась. Банкетка 13 тысяч. Да, вот в люстре 5 ламп по 500 рублей, 36-ти ваттных светодиодных. Сзади светильник за 500 мы купили. Столик на колёсиках это полторы тысячи. Штатив один это тысяча рублей, другой, который мы разломали, 500 рублей стоил. Кольцевая лампа 6 тысяч. Ну, тумбочка у нас была, веб-камера хорошая, 12 тысяч. Фотоаппарат Sony, который мы раньше снимали, это 5 тысяч. Карманный фотоаппарат 2 тысячи. Карта памяти тоже 2 тысячи. Да, штативчик ещё такой вот маленький, карманный, 500 рублей. Ну, ноутбук, компьютер, это у нас всё было. Провода и переходники тоже. Ну, тоже всё было. Так что, если всё вместе сложить, то получается сумма довольно большая, но надо учитывать, что мы это покупали не сразу, а постепенно. В течение полутора лет. Да, покупали, когда осознавали необходимость того или иного. То есть, например, сидели мы раньше на обычных стульях, потом посмотрели и решили, что всё-таки лучше, если мы будем сидеть на каком-нибудь диванчике, это будет смотреться более красиво. И цивилизованно. Да, и особенно, когда мы вдвоём, что желательно, чтобы стулья в разные стороны не смотрели спинками. Поэтому лучше купить вот такую вот банкетку. Самое первое видео мы сняли, имея только один походный фотоаппарат, и штукиф. Да. То есть, мы начинали, когда у нас было только вот это вот. Вот, вот, вот. Только вот это у нас было, когда мы снимали фильм про Петра и Февронию. То есть, мы сели на диван на фоне ковра, несколько настольных ламп ещё принесли, включили сзади дивана. так что снимать можно начинать, ну, в общем-то, не имея ничего. То есть, какой-нибудь примитивный фотоаппарат или смартфон. Остальное всё докупается со временем, если чувствуете, что вам видеосъёмка понравилась, что у вас что-то получается, и вам хочется большего. И уже можно тогда начинать докупать более интересную технику. Но напоминаем опять же, что студия – это помещение, где всё снимаем. Если у нас есть помещение, где можно снимать, то можно закупаться и техникой, и реквизитом, и костюмами. Если сниматься негде, то сначала решить проблему, где будем снимать. Да. Вот примерно и всё, что мы хотели рассказать про студию своими руками. Ну, в общем, задавайте вопросы, ставьте лайки, пишите комментарии. Если поставили дизлайк, напишите, за что дизлайк. Будем работать, но дошивки. И напишите, если вам наше видео чем-то помогло. Наше видео, оно призвано не чтобы вы копировали то, что у нас, а чтобы вы начали просто думать и направлять творческие фантазии в нужную сторону. Так что, на этом мы прощаемся с вами. Спасибо за внимание. До встречи в следующем видео. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok